Что удерживает нас от того, чтобы отвергнуть себя. Еще один аспект, более даже важный, потому что об этом беспокоит людей, которые думают, которые размышляют. В какой-то степени философы, в какой-то степени богословов, в какой-то степени людей, сомневающихся, ищущих интеллектуальный аспект. Один из моих друзей, хороший друг мой был, он потерпел кораблекрушение веры после того, как он учился вместе со мной в христианской школе. И тоже начал изучать Булькмана, знаменитого богослова, современного, ну как относительно, 20 века. И о чем говорил Булькман? Он говорил о том, что современный человек не может, не может, в отличие от людей, которые жили в времена Иисуса Христа, те, которые жили в средние века, те, которые жили даже немножко позже, современный человек не может умственно, не может согласиться тем, что о чем говорит нам Писание. Не может, не может согласиться с тем, что есть воскресенье из мертвых, было точнее, да и есть. Не может согласиться с тем, что были чудеса, не может согласиться с тем, что, так сказать, противоречие, как кажущиеся противоречие, которые мы не видим в Писании, тоже традиции церкви, тоже не может согласиться, то есть в значительной степени для современного думающего человека это бессмыслится, это неправильно, и это нас, как людей думающих, развитых, образованных, так сказать, знающих все эти современные достижения науки, техники и так далее и тому подобное, для развитых людей это просто оскорбление их интеллекта. И поэтому нам нужно христианству относиться так, чтобы каким-то образом это примирить. И у него начались с этим проблемы, к сожалению, подначились очень серьезные проблемы. И он, как он и сказал, говорит, я уже больше не могу воспринимать, не могу больше веровать, как ребенок. 18 глава 3 стих, помните, тот же самый Евангелие, то не обратиться, как дитя, то, чему нас учили родители, у меня не учили, у многих из вас, то, чему читаем Священное Писание, и слава Богу, в том, чем остается большинство из нас, но не для всех, для тех, кто начинает копать, возникают серьезные вопросы. Как примирить человека 21-го столетия с тем, что мы видим в Писании, и тем, что мы видим в христианской истории, и тем, что мы видим, так сказать, в церкви, в современном, что делает церковь, что делает верующий и так далее. Как мы это можем примирить? И кто-то из нас в свое время, я тоже, когда у меня было время, читал, кто-то из нас, так сказать, у кого эти вопросы беспокоили, и крови занимали, и так далее, они, так сказать, бросались, как мы называем, доказатели. И доказатели, доказатели, мы знаем Джордж Макдаул, один из доказателей. В свое время, дорогой наш любимый брат Рогозин тоже увлекался, и книга даже написана, по сути дела, построена доказательство, что, так сказать, можно доказать существование загробной жизни, можно доказать существование Бога, можно доказать существование, что чудесам объяснить научно, Это в этом роде что-то. Это тоже очень старая история, потому что, начиная еще со средних веков, знаменитый католический богослов, там Архенский доказал существование Бога, ну и что он доказал. Потом не менее знаменитый, блестящий германский философ Эммануил Кант полностью разбил эту теорию из того, что это доказательство под собой не имеет никакого основания. К чему мы пришли? К тому, что существование Бога не доказывается. И древнее учение Церкви, слава Богу, что большинство из нас это есть, потому что это то, что Дух Святой хочет нам вложить. Что? То, что мы находим в Священном Писании, то, что нам открыто от Бога, ничего из этого не доказывается. Не доказывается. Единственное, что можно сделать, это вот то, что в Писании, в Писании мы находим, Христос сам доказывал из Писания, то есть это было богословие, это было учение, то есть из Писания сам доказывал, что он Христос. Павел доказывал из Писания, что он Христос. То же самое Павел доказывал из Творения, показывал, так сказать, просто, так сказать, наблюдение, творение, как прекрасен и изумительен наш мир. Кто такой Бог, что есть Бог? Но на этом все, все остальное не доказывается. Но для кого-то нужно эта веревка, которая тянет, потому что нам постоянно кому-то из нас нужны доказательства, что, так сказать, то, что мы находим здесь, нужно доказательств. Но как можно примерить, что пять тысяч человек, то есть можно, или четыре тысячи, можно кормить перед питью или семью хлебами и несколькими рыбками? Еще один аспект, о котором я хотел бы сказать, это духовный аспект. Особенно сейчас мы видим. Мы знаем, что христианство очень категорично, и Христос говорит, я и только я, и спасение только через меня, не через кого больше. И настоящий, истинный, духовный опыт только через меня. И жизнь вечная, через меня. Только. В современном мире очень непопулярная, очень крайне непопулярная точка зрения. Потому что у нас у кого-то даже, может быть, есть друзья, у кого-то знакомые, которые начнут тебе говорить, ну как это не духовно? То есть, почему-то есть, так сказать, Далай-Лама там, есть эти, кто там, иудейские мудрецы там, есть индуистские там, и, так сказать, истинные там. Они так все похожи на христианство. Почему бы их все вместе, так сказать, не объединить, не смешать, так сказать. Все идет к одному Богу, все идет ко спасению. Это еще одна веревка, которая привязывает. Еще один якорь, который у нас держит для того, чтобы нам не взлететь. Для тех, для кого это проблема. И для многих неверующих, скажу, это проблема, очень серьезная проблема. Эмоциональный аспект, это то, что это больше касается, пожалуй, верующих. Хотя и не верующих, потому что я, например, когда при мной стоял вопрос обратиться к Богу, я думал о своих родных, матерь и отца, они были неверующие. Что они обо мне подумают? Как они будут, мои друзья, что обо мне подумают? Как я буду с ними общаться после того, как я обращу, Господь сделается моим спасителем? Что я буду им говорить? И для нас, как мы будем свидетельствовать нашим сотрудникам, соработникам, так сказать, что они о нас подумают? Что они о нас будут говорить? Какие у нас отношения будут после этого с ними? Как они на нас будут смотреть, еще будут смотреть и думать? А вот здесь он поступил не по-христиански, почему я его должен служить? Он будет называть себя верующим, а на самом деле ведет себя, как неверующим. Это еще один якорь, который нас крепко держит. Другие есть аспекты. То есть мы видим, что есть эмоционально то, что тот, который удержал Петра, чтобы идти по воде, он испугался. Значит, он становится. Или, например, такая вещь, как культурная, то есть мы знаем, что, хотя есть сейчас церкви, которые говорят, что, пожалуйста, приходите к нам сюда, вы можете, так сказать, делать наколки, прокалывать себе носы и уши, так сказать, и все, что хотите, так сказать, можете, так сказать, если вам хочется употреблять, если вам не в моготу, курить, употреблять наркотики и так далее. Ну, все равно, в общем-то, люди, у них есть понятие, что если ты хочешь быть верующим человеком, настоящим, настоящим человеком, носящим имя Христа, то нужно от этого рассказывать. А что происходит с нами или с кем-то из нас, когда нам хочется уже этот крест, который уже с колесиком, это тот крест, который с колесиком в значительной степени пустой, то есть внутри он, так сказать, пустой, положительный, так сказать, зачем нам это нужно? Зачем нам это нужно? Зачем нам огорчать наших друзей? Зачем нам, так сказать, себя в чем-то ограничивать? Почему бы нам немножко быть, как наши друзья, как наши знакомые? Зачем? Для чего? Ведь к нести крест так тяжело, быть особенными так тяжело? Тяжело ли это? Действительно ли это так тяжело? Действительно ли это так быть особенным? Действительно ли это так тяжело, так трудно, так невыносимо, и так тяжело жить среди тех, кто нас окружает? Кто нас не понимает? В том числе и верующие некоторые, которые тоже нас не понимают, если мы пытаемся поступать, как здесь, отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за ним. Включая в некоторых случаях и наших жен, включая в некоторых случаях и наших мужей, наших самых близких людей. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. И кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, от души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? В чем красота души, братья и сестры? В чем красота души? Для нас, христиан, красота души, чтобы мы могли вот эти вот канаты все, чтобы держать нас, резать. Очень серьезная проблема в том, что это сделать нелегко. Неверующим людям, как мы знаем, без Божьей помощи вообще невозможно. И нам, верующим людям, без Божьей помощи тоже невозможно. Слишком много вот этих якорей, слишком много этих гирь, которые удерживают нас от того, чтобы спорить, посмотреть на землю сверху. Ощутить красоту поля. Как ни странно, нести крест, это значит взлететь. Как ни странно, получить вот эту восхитительную свободу, вот как вот в этом amazing grace. Когда Господь, помните, удивный день, удивный день, когда Господь меня простил. Когда мы чувствовали, что мы полетели, когда мы чувствовали, что мы счастливы, что мы спасены, что мы имеем вечность, что он наш друг, и он нас не оставит, что мы с ним навеки. Удивный день. Как хорошо, как хорошо быть с тем, кто такой прекрасный характер, какой наш Господь Иисус, даже как когда-то был в учениках, такая близость со Христом, с Господом. Что делать? Я был слеп, а теперь вижу. Только Господь, это очень важно помнить, только Господь прилагает спасание к церкви. Не мы, только Он это делает. Но, для того, чтобы Он это делал, нам нужно идти. Отвернуться себя. Взять крест свой и идти за ним. И если у нас приходит искушение, что нужно ли нам это, почему бы нам не быть так же, как люди, которые вокруг нас. Вот тут-то как раз и нужно молиться. Благословит нас Господь, чтобы мы молились о том, чтобы у нас не было этих веревок, чтобы мы могли обрезать эти веревки, то, что удерживает нас, чтобы мы были свободны, как христиане, в самом лучшем значении этого слова. Что мы отверглись того, что удерживает нас, что делает нас плотскими, что делает нас неэффективными, что делает нас пассивными, больными, бесполезными в значительной степени. Взять крест позора тех, которые не знают тебя, смотрят на тебя, наблюдают за тобой, может быть, даже вот с такими глазами, следуют за ними. И как концовка, придет Сын Человеческий во славе Отца Своего, Сангелом и Своим, и тогда вас даст каждому по делам Его. Христос говорил ученикам, что пришло время, когда ему нужно с ними расставаться, и подходит время Голгофа. Мы знаем, что сейчас он смотрит на свое наследие с довольством, в этом говорится в книге Сайчика, что он будет смотреть на народ свое с довольством, на то, что он сделал с довольством. И придет время, придет время, никуда это не денется, придет время. Если мы с Божьей помощью, если мы об этом молимся, если у нас есть эти проблемы, а я знаю, они есть, и что-то нас удерживает от того, чтобы быть действительно свободными во Христе, в самом правильном и лучшем значении Господня. Если мы молимся, и Господь, а я знаю, что Господь освобождает, если увидит искреннее сердце, он пошлетесь. И придет день, придет день, когда мы увидим нашего Иисуса Христа, которого мы очень любим, который очень любит нас. И он нам скажет, добрый и верный раб. Добрый и верный раб. Мало тебе было верено, над многим тебе поставлю. Будет воздано по делам. По делам. И тогда еще большее значение приобретет, еще больше смысла будет в этих словах. Отверг tightness себя возник кресло и следуй за мной. Следуй за мной. Был слеп, и теперь я вижу. И я никому не позволю, чтобы кто-то снова ослепил меня. Никому не позволю, чтобы кто-то ослепил меня. Еще раз, никому не позволю, чтобы кто-то ослепил меня. Я был слеп, Господь меня освободил, вытащил меня из болота. И я никому не позволю, чтобы кто-то меня ослепил. Пускай на меня будут плохо смотреть, пускай меня будут не понимать, пускай меня будут судить, пускай меня будут не понимать и даже не одобреть мои собственные братья и сестры. Такое тоже бывает. Но я никому не позволю, чтобы кто-то меня ослепил, потому что я иду за ним, я иду по стопам его, я иду к вечности, и я хочу достигнуть этой вечности, да благословит нас Господь, чтобы мы молились, чтобы мы славили Господа, и те путы, которые удерживают кого-то из нас, чтобы мы освободились от них. Его силы, вот для этого нам нужно предстоит, благословит нас Господь, чтобы вот этот вот крест позора и недопонимания, и непонимания, и осуждения, безумия, он был пронесен от Отца. Да будет так. И вообще, я не знаю, это уж, конечно, дело церкви, дело руководства церкви, но вообще, у меня есть предложение, чтобы мы в конце нашего собрания, где-то, так сказать, не могли, как в старые добрые времена, делать призыв. Почему бы нам не делать призыв? Можем это делать? Можем. Почему нам нужно этого стесняться? Можем это делать? Ну, это уже другой вопрос, это уже не мне решать, но вот быть безумным, Христа ради, так хорошо и так правильно, не смотри ни на что, идите за ним, да будет именно благословенно. Аминь. Аминь. Благодарю тебя, всемогущий вид, за отпуск, за сегодняшний воскресный день, помог мне выслушать твое живое и святое слово. Ты видишь мою жизнь и все мои обстоятельства, и много есть веревок, которые удерживают меня от того, чтобы я полетел. Господи, оборвив все эти желания ненужные, помоги, чтобы я взирал на тебя, как начальника из своей учительной веры, укажи мне на все остальные мои достанки. Помоги мне, Господи, взять крест твой и следовать за тобой, и славить имя твое святое. Слава и Бог дам тебе. И когда, Господи, пройдет эта встреча, когда мы встретимся с тобой, то воздай мне, Господи, не по делам и поступкам моим, а по твоему святому милосердию. Прости меня, Боже, и веди меня твоим божественным путем, чтобы я, Господи, был твоим детем. Ты открыл мне очи, помоги, чтобы никто никогда не открепил меня, чтобы эти земные все обстоятельства, которые вокруг нас никогда не нарушили мой внутренний мир. С тобой вечно, живым Богом, на тебя уповаю, Господи, и к тебе пробегаю, услышь молитву мою, и пошли все просимо для твоей славы. И укрепи меня могуществом силы твоей на этом пути. Слава тебе за все. Аминь. Наш любящий Спаситель, Бог наш, славим тебя за еще один день воскресный, за благодать твою, за милость твою. Господи, мы очень благодарны за то, что ты у нас есть. И ты видишь, что бывают в жизни моей, каждого из нас такие обстоятельства, которые тянут на землю. Когда хочется задать вопрос, а стоит ли это делать, стоит ли быть отличаться от мира, стоит ли отличаться от людей мира сего. Стоит ли отличаться даже от кого-то из наших братьев и сестер, которые думают, как люди мира сего. Господи, ты видишь, что это трудно. Ты видишь, что своими силами, особенно если говорить о неверующем человеке, то невозможно. Да и верующему человеку своими силами это невозможно. Мы опа маем на тебя и просим тебя, чтобы ты помог каждому из нас молиться. Помог жить духовной жизнью. Помог оставлять запинающие грехи. Помог избавляться от этих пудл, от этих гир, от этих вот грузок, которые удерживают от того, чтобы мы были истинно к тебе свободны. Чтобы мы видели, что вот это время, которое ты помог нам возложить на себя. Вот мы взяли твое вот это время, чтобы мы грез, Господи. И чтобы мы видели, что действительно это время легкое, что это для нашей же пользы, чтобы мы могли духовно возрастать, становиться крепче, чтобы мы могли приносить больше плода. Мы моляем тебя, чтобы мы бодрствовали, каждый из нас стояли перед тобой. И чтобы действительно вот это вот хождение за тобой, вот это вот безумие ради тебя и несение креста с радостью, следование по стопам каждый день, чтобы это было в каждодневной и нормальной реальности в жизни каждого из нас. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Наше служение подошло к концу. Конечно, мы хотим сделать презент. Конечно, одна из функций Церкви, когда Дух Божий касается людей, касается сердец, чтобы не было никакого препятствия. Чтобы не было никакого или ложного стыда, или какого-то конфуза, или какой-то неудобной ситуации. Мы хотим, чтобы те люди, которые хотят помолиться Господу, чтобы вы могли это сделать. И сейчас как раз тот момент, если Господь проговорил к вашему сердцу, если вы почувствовали, что ваша жизнь происходит совсем не по тем принципам, стоит и на тех следах, которые оставил Иисус Христос, когда Он шел со Своим Голгофским крестом, когда Он шел и нес этот Голгофский крест за каждого человека. Время, если мы сейчас находимся не на этом пути, то сейчас время благодати. Время благодати отличается тем, что можно прийти к Господу не через то, что голову отрубят за то, что ты остаешься Ему верным, а то, что можно прийти к Господу, преклонив колени перед ним, и помолиться Ему, и сказать, Господи, прости меня, я живу не так, как ты хочешь, чтобы я живу. Прости меня, потому что я не такой, каким я обещал тебе быть, возможно, когда-то. Прости, потому что я хочу быть с тобой, хочу следовать за тобой. И, пожалуйста, кто имеет это желание, вы можете выйти сюда, мы помолимся с вами, мы будем вместе с вами переживать, поддерживать вас в этой молитве, и предадим вас руки Божьи, чтобы Господь благословил и дальше помог на этом пути. Пожалуйста, не стесняйтесь, не нужно, то есть нет, это стыд, если он есть и неудобство, это ложный стыд, это ложное неудобство, неудобно, неудобно в аду. Вот уж где неудобно, так это там, а на коленях перед Господом, это, наверное, самое удобное состояние. Пожалуйста, не стесняйтесь и приходите сюда. Так, наше служение подходит к концу. Как-то так получилось, что вечерняя тема «God help me» или «Господи, помоги мне», она будет продолжением, наверное, этой проповеди, которую вы сегодня слышали, потому что во многом перекликается именно то, что следующим этапом происходит, когда человек принимает решение брать крест и следовать за Господом. именно каким образом приходит эта помощь Божия, каким образом все-таки получить, получить эту помощь от Господа. Пожалуйста, не ленитесь, приходите сюда. На вечернее собрание в 6 часов вечера. У нас есть одна нужда. Наша сестра Мария Мефодиевна, граждан, находится в больнице. У нее состояние пока еще остается тяжелое. Пожалуйста, молитесь, чтобы Господь укрепил, поддержал ее, чтобы вам легчило ее страдания. И мы будем сейчас молиться и заканчивать наше собрание. Помогусь. Господь милосердный, слава тебе и благодарность за то, что ты даруешь это воскресное утро, когда мы можем предстать предельцам твоим, такие, как есть Господь. Мы никогда не получаем от тебя осуждения, потому что ты хочешь, чтобы мы пришли к тебе, чтобы мы не чувствовали никакого осуждения за собой, потому что ты хочешь омыть и очистить. Мы знаем, что твоя цель в этом мире, Господи, когда ты ведешь церковь свою, чтобы церковь была чистой, чтобы церковь была святой, чтобы церковь была светом и солью для этого мира. И мы для этого пришли перед лицом твоего. Господи, просим и умоляем, ты удали все, что не славит тебя. Помоги, Господь, нам избавиться от всего того, что, возможно, приковало нас к этой земле, что мы уже не можем сделать ни единого шага. Господи, мы просим и умоляем, помоги нам осознать свое положение, помоги нам посмотреть на небо, помоги нам посмотреть на тебя, на Иисус Христос, посмотреть на те стадии, которые ты оставил для нас. И, Господи, дай, чтобы то слово, которое ты нам оставил, которое ты нас учишь, помоги нам исполнить свои жизни. Но мы нуждаемся в силе твоей. Господи, ты дал эту силу. Ты сказал, что вы примете силу через Духа Святого, которого мы все имеем, Господи, мы имеем эту силу, но помоги нам, научи нас, как воспользоваться силой этой. Помоги, Господь, потому что нам это необходимо. И мы хотим молиться тебе, мы хотим служить тебе, мы хотим трудиться ради имени Твоего, мы хотим являть этот свет людям, которые находятся вокруг нас. Благослови и помоги, чтобы мы исполнили свое назначение, Господи, когда мы идем по этому земному пути. Просим, чтобы это был поставил Церковь, как благослови каждого члена Церкви, кто находится в различных обстоятельствах, переживаниях, болезнях. Господи, мы приносим к тебе на руках молитву, Мария Ивановна, чтобы ты ее благословил. Господь, укрепи ее немощное тело, ее слабое здоровье. Господи, дай, чтобы не было никаких страданий, чтобы не было никаких мучений. Господи, ты сам можешь все сделать, и возьми руки врачей в свои руки, и укажи, Господь, каким образом помочь ей. Господи, также если есть те, которые болеют, и особенно духовно, мы просим, чтобы ты их таковых благословил, поддержал и укрепил. Господи, сейчас мы пойдем по домам наших, благослови, Господь. Прибудь с нами в наших домах, прибыть с нами на работе, на учебе, где мы будем находиться среди людей, которым мы будем иметь дело. Господи, просим и умоляем, благослови, Господь, нас на каждом шагу нашем, и помоги, Господи, чтобы мы были детьми твоими, не только номинально, но и в действительности таковыми, как ты хочешь нас видеть. А благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми вами. Аминь. Аминь.